От азов физики и механики к высокотехнологичным изобретениям. Этот путь может быть быстрым и легким, если правильно развивать техническое мышление подрастающего поколения. В регионе это делают. Научно-технический центр «Новатор» взял шефство над юными умами в 2006-м. Теперь пришло время расширяться. Только та страна и то общество, и тот регион, который создаст все условия для талантливых интеллектуальных дерзновений молодым кадрам, ученых, рационализаторам, инженерам. Всех тех, кто может создавать, только эта страна имеет будущее. Светлое будущее делают светлые умы. Для них в ЛГТУ открыли Центр молодежного инновационного творчества. Во всей России подобных около полусотни. Создание такого в Липецке обошлось в 8 миллионов рублей федеральных и областных средств. Теперь школьники не будут сколачивать на коленки опытные модели. Жизнеспособные изобретения позволят создавать современное оборудование. 3D-принтеры, 3D-сканеры, режущие плоттеры, сверлильно-фрезерные станки, токарные станки, лазерный и гравировальный станок. Основной перечень оборудования работает от ЧПУ, то есть работает от компьютера. Здесь уже более качественная обработка деталей идет. И, соответственно, когда дети выйдут от нас, поступят в университет, они уже будут владеть этими знаниями. Павел Усачев в число юных кулибинных попал 6 лет назад. Получил несколько наград на всероссийских конкурсах. Одно из его изобретений – фильтр для грубой очистки воды. Война против примесей обошлась дешево и сердито. Идея пришла просто. Дома стоит такой же фильтр, аквапорт там, что-то типа этого. И раз в месяц приходилось менять, все это проблемно, дорого, и решили вот так вот сделать. Материалы нашли подручные. По-моему, вот это что-то там от люстры, мы вот эти шарики взяли. Ну, просто вот так вот для модели, для изобретения. Перейти на новом оборудовании, на новый уровень теперь сможет каждый. Эти молодые люди – создатели безопасной розетки, отмеченной президентской премией. Теперь мастерят не менее безопасный удлинитель. Работа спорится быстрее и интереснее. Необходимую деталь можно заточить самим. Уже смотря на достижения вот этого центра, они были победителями в разных номинациях за рубежом. Уже это движение движется не один год, но должно получать более обширное такое распространение. То есть у нас есть различные управления, не только промышленность, которые есть. У нас есть и сельское хозяйство, есть и строительство, и другое. Мы должны вообще в целом оплатить всю Лепестовую область. Такие центры своего рода кузница будущих достижений. Так, с юных лет, лепчане получают шанс не только увидеть технологические новинки, но и поработать с ними. Найти дело по душе и продолжить учиться ему, поступив в ВУЗ. Катерина Мелехова, Анатолий Гончаров, Лепецкое время. Катерина Мелехова, Анатолий Гончаров, Лепецкое время. Продолжение следует...